Затея была просто плыть на юг, вниз по течению, насколько возможно. И я на своей рыбацкой лодке проплыл, потом встретил на третий день человека, который сказал мне, слушай, ну ты так далеко не уплывешь. И дал мне свою лодку, я ему свою оставил. Дал мне байдарку, я на ней быстрее поплыл. Вот ночевал на берегах. Наши прекрасные реки. Какой ты сразу посерьезнее? Из камеры не стесняешься? Параллельно шла исповедь. То есть я не просто плаваю, а еще исповедуюсь реке. Как это происходит? И рассказываю всю свою жизнь, все свои радости, печали, делюсь. Знаешь как, я плыву по реке, я никуда не тороплюсь, начнем. Как говорят черногорцы, спешить никут. То есть у меня есть очень много времени. Довольно много нута. Ну, по крайней мере, вот я взял с собой 2 килограмма нута. И сейчас я сегодня взвесил, вот я за неделю съел 300 грамм, получается. Ну, потому что он расширяется, увеличивается. Кстати говоря, балаков скинут. Получается, ты никуда не спешишь, и ты заранее не знаешь, когда закончится твое путешествие, да? Не знаю вообще. Я думал, что оно уже могло закончиться, но оказалось, что нет. Я почувствовал такие сейчас силы, как будто прям снова хочу в бой. То есть я подустал на тот момент, сейчас отдохнул вот за 2 дня. Так что прям прытья очень много вообще. Хотя, может быть, внешне так не покажется. Ну, а вообще бывают такие моменты, когда тебе хочется все закончить и бросить, и возвращаться? Это что за момент? Каждый момент, каждый день такой момент наступает. Это момент, ну, бессилия. Бессилие и сила порождают друг друга, скажем так, сменяются. То есть идешь, чувствуешь, вот сейчас бессилие. Сейчас хочется такой маленький мальчик говорить, «Мама, хочу домой!» Потом чувствуешь, так вот. Ну что, поехали, братан! Как тебя к семье относится, потому что ты иногда уходишь? Да они очень хорошо к этому относятся, ну, по крайней мере, жена. То есть она меня специально даже к этому склоняет, потому что надо иногда жить отдельно. Тут уходь на другие квартиры, да, а ты? Да! Другой город. Другой город, да. Другую страну можно. А где ты уже был? Ой, перечислять долго даже не буду. Много где было. Ну, самые интересные города, самые интересные страны, что? Что запомнишь? Ну, Индия мне очень нравится, Балканы. Близко по темпераменту. Какие-нибудь интересные истории запомнились тебе? Сейчас? Да. Да много историй. Ну, с ночевкой почти каждый день какая-нибудь история. То у меня бобры хотят, хотели из лодки сделать стройматериал, взять стройматериал себе на норку, то я проснулся от того, что там около 50 поголовьей целых быков начал бодать мою палатку. Ну, да очень много всяких историй. Вот я говорю каждый день, вплоть до даже последней ночевки в Балакой, когда я проснулся от того, что шлюзы спустили, и у меня лодка оказалась на двух тросах натянута, и я вниз головой в луже оказался в 3 часа ночи. И мне несколько хотелось спать при этом еще. Я знаю, что у тебя дети. Ты их берешь с собой в путешествие? Иногда беру. В данном случае я не взял. У меня старшая дочка очень любит путешествовать со мной. На твой взгляд, люди, которые встречаются в пути, добрые или... Такие же, как я. Всякие разные бывают. То есть, какой я, такие же люди. Какой ты на данный момент? Да. Какой я на данный момент. Какой я на данный момент, такой же я и вообще. Ты философ? Не знаю, о чем ты спрашиваешь. Ну, размышлять, пишешь о смысле жизни. Стараюсь ни о чем не размышлять. Но не всегда получается. Все равно, когда один плывешь... Ну да, приходится поневоле иногда. О чем думаешь, когда плывешь? Ну, так же, как и ты, наверное. Все о чем-то, какие-то факты своей жизни перебирают. Пытаются их в какую-то мозаику сложить. Ну, потом понимаешь, что все это бесполезная просто трата времени. Ну, так же, как можно просто помолчать. Можно посмотреть на облака. А можно поперебирать, да, там что-то, ну, какую-то корзиночку выложить из них. Ты путешествуешь в основном как? Ну, велосипеде, пешком, автостопом? Вот все варианты. Я даже, ну, вот, например, в Индии, когда я путешествую, я стараюсь путешествовать на поездах бесплатно. У меня есть целая стратегия, как можно в Индии путешествовать на поездах бесплатно. Но я вам ее не скажу. Потому что если таких будет много, то это уже будет не стратегия, правильно? Каждый должен выработать свое. Ну, единственное, одно из условий, ну, для меня интересно путешествовать без денег. Потому что, ну, с деньгами я живу, у меня все нормально с деньгами, там, у меня нет денежных, там, каких-то напрягов. Но мне интересно это делать бесплатно. Просто, просто что-то делать бесплатно в жизни вообще, по-моему, интересно. Игнорируя вообще все законы материальной жизни. Чтобы путешествовать нужно очень много времени. Ты работаешь вообще как? Да. Содержишь семью? Да, да. Нет, шиши? Ну, да. Содержу семью, да. Ну, я заработал уже на то, чтобы это. А сейчас в путешествии я продаю нут балаковский. Вот, если хотите поддержать меня, можете купить мне тонну нута. То есть, ты сейчас не подействовать здесь занимаешь? Нет, я не занимаюсь, я продаю очень хороший нут, который выращивает мой друг здесь, недалеко от балакова. Ты в балаково говоришь не первый раз, что тебе здесь запомнилось? Вообще, как город? Город, кстати, мне кажется, по своей силе похож на Тольятти. Тоже небольшой город, во-первых. Во-вторых, какое-то производство тут, ну, такой производственный, да, он народец. И чувствуется в 90-х тут очень весело было тоже, судя по... Ну, даже просто погулять. В то же время мне нравятся вот эти вот дома, найдебильнейшие, с плиточкой, которая выложена что-то еще из плиток. Это, прям, моя мечта детства. Хотя я живу в частном доме, но вот такие вот плиточные панельные дома для меня до сих пор детское чувство восхищения вызывает. Особенно что-то, если выложена, ну, не ровная стена, а вот выложена. То есть, почему вызывает восхищение? Опять-таки, вот, можно, если покопаться, сказать... То есть, по идее, можно было... Есть же дома, где вот ровно, просто серой плиткой выложили. Нет, строители, которым, по сути, ну, за это наверняка ничего не заплатили, взяли и просто от чистого сердца ради красоты выложили какую-то мозаику, да? Это же так нелогично. Вот такие нелогичные вещи я и ценю больше всего в жизни. Ну, а какие еще, например, кроме наших Молоковских домов? Пусть этот пример будет главным. Вот ты, когда в путешествие отправляешься, а вот сейчас у тебя, типа, цель до Калмыкии. Ну, сегодня уже ты высказывал предположение, что, возможно, там, и тебе уже предлагают, что можно-то и завернуть в другую реку, например, на другую дорогу. Ты знаешь, где у тебя все-таки закончится это вывод? Нет, конечно, не знаю. Понятия не имею. И в этом-то и весь интерес. А если, ну, там, пришел, да, там, приехал до Калмыкии, поставил флаг, здесь был Вася. Как бы, в чем интерес-то, собственно? В том, что поставить галочку, это можно и здесь что-нибудь сделать, там, погладить себя по головке. Ну, грубо говоря, заработать денег, там, погладить себя по головке, в телефончике галочку поставить. И это будет то же самое. В том-то и разница между делами, которыми мы обычно занимаемся, и путешествиями, как я его понимаю, в том, чтобы не достигать ничего. Странно. Не достигать ничего, но тем не менее, ты же все равно что-то достигаешь для себя, для своего мира. Нет? Надеюсь, что нет. То есть идет какое-то движение, ну, как ветер, да, ну, чего он достигает? Вот он дует, да, ну, он изменяет вещи, как таковы, вот он обдул, нам приятно. Но я бы не сказал, что он чего-то достиг этим. Что ты берешь с собой в путешествии, ну, кроме привычек? Кроме нуты. Да, кроме нуты. Ну, кроме нуты, по-моему, палатка, спальник и томик даудэдзин. Для себя там на полях заметки делаешь книжку? Нет, нет. Вот читаю, если нравится, могу еще раз почитать. Так, ты сегодня рассказывал про волшебную ручку, которую тебе нужно приобрести. А, да, есть еще волшебная ручка, которая стирает, она продается в фикс-прайсе, если что. Мне нравится записывать, ну, есть еще дневник такой потаенный, который я веду, все чувствую, выписываю, все, что снаружи, внутри со мной происходит. Почему для меня сейчас стало важно, я раньше не выписывал, а сейчас стало важно выписывать, чтобы не возвращаться к этому опять. Потому что вот ты выписал, и это начинается, ну, это заканчивается с тобой наоборот. То есть, а если ты не выпишешь и не позволишь этому, как бы, проявиться полностью, потому что полностью, вообще лучше всего даже это спеть, нарисовать, понимаете, прокричать, проорать, мутюкнуться, ну, что хотите, то и сделайте. Но это должно вылиться. Если это не вылиться, это будет томить вашу душу еще очень долго. Вот, поэтому я пишу, пишу этой ручкой, это не для того, чтобы потом кому-то там показать или что, для себя, просто я отметил, что это случилось, это есть, это со мной. А потом просто беру это все, стираю ручкой и пишу заново, мне вот так удобно. Конечно, можно это все и в телефон записывать, но почему-то бумага у меня до сих пор вызывает какое-то, знаешь, восхищение. Что-то можно найти. Да, да. А как ты там ведешь страницы, часто заходишь? Вообще, давно не заходил. Давно не заходил. Вот это тебе не нужно, да? Да. Как говорить, мирское. Да, ну, я музыку выкладываю только туда. То есть, у меня, моя жизнь вся, она, я ее записываю в виде звуковых произведений. Если интересно, можете зайти посмотреть, послушать. Удачных тебе путешествий. Как вернешься, отпишись. Ну ладно, хорошо. Я же все-таки в соцсети.